Итак, всем привет! Меня зовут Исаченко Игорь, с вами сайт ИсаченкоBiz. Сегодня, ребята, поговорим о такой теме в Cinema 4D, как текстурирование и создание UV-разверток. Значит, мы пройдем относительно полный цикл от создания текстур практически с нуля на основе какого-то изображения до нанесения этих текстур на модель по UV-развертке. И после этого мы еще рассмотрим такую программку как Marmoset Toolback для публикации вашей модели в интернете, в частности, например, на сайте ArtStation, да и, в принципе, на любых других сайтах. Значит, с чем мы будем работать? Я недавно публиковал на том же ArtStation вот такую вот модель корабля. Сделана она, в принципе, довольно так грубо и наспех. Всю ее текстурировать мы не будем, потому что это, на самом деле, довольно долгий процесс. Но вот я оставил от нее такую вот нижнюю часть. И эту нижнюю часть мы будем текстурировать, будем разворачивать, делать UV-развертку, чтобы показывать вам UV не на кубиках, а, в принципе, на относительно сложных объектах. И эту модель мы потом будем переносить в Marmoset Toolback. Итак, давайте начнем. Но начнем мы, собственно, не с Cinema, а начнем мы как раз таки с создания текстур с нуля. И в этом нам поможет еще одна такая программа, которая называется CrazyBump. Она позволяет очень быстро получить все необходимые нам карты, спекуляры, нормали и прочее практически в автоматическом режиме. Скачать ее можно на сайте crazybump.com, демо-версию, которая будет работать без ограничений, без всяких ограничений месяц. Ну и все ссылочки на необходимые программы можете смотреть в описании под видео. Итак, давайте начнем. Вот я нашел в интернете две таких текстуры, две таких картинки. И это текстура дерева и текстура металла. Значит, если перейдем в Cinema, то, соответственно, будем видеть, что вот эта вот часть, сама лодка и кабина, каюта внутри лодки у нас будут деревянные. А вот эти вот пушки на бортах у нас будут металлические. Соответственно, нам, в принципе, понадобится только две текстуры и нужно будет только их правильно нанести. Итак, давайте запустим CrazyBump и посмотрим, как эта программа работает. К сожалению, у меня здесь небольшой монитор, поэтому программа работает с каким-то жестко заданным разрешением. Она вся не помещается на экран, но окошко можно вот так вот тягать и мы видим, что вот здесь вот есть внизу кнопка Open и кнопка настроек. Нажимаем эту кнопку Open и у нас появится возможность подгрузить нашу фотографию из файла. Щелкаем сюда, выбираем нашу текстуру дерева и нажимаем открыть. Программа предлагает выбрать нам, какой шейп будет более, на наш взгляд, правильный. Выбираем, в принципе, любой, потому что в любой момент мы можем подредактировать настройки. Здесь мы видим окошко превью, мы видим, как ложится наша текстура на сферу. Эту сферу мы можем переключить, в принципе, в любую другую фигуру. Здесь вот в выпадающем списке можем даже подгрузить какой-то свой мэш в формате OBG. Но мы оставим сферу, поскольку не суть важно, что у нас здесь будет крутиться. И самое первое, что мы можем настроить, это нашу карту Normally. Что такое вообще Normal Map, карта Normally? Это карта глубины, карта смещений, по которым будет деформироваться наша текстура. Она указывает какие-то выпуклости, более глубокие участки на нашей текстуре. И с помощью вот этих вот ползунков мы можем эту карту подредактировать. В частности, самый главный ползунок у нас отвечает за интенсивность. То есть, чем она больше, тем, соответственно, больше кривизны будет в нашей поверхности. Мы поставим ее относительно невысокой. Можем сделать ее немножко более резкой, за это отвечает Sharpen. Вот этот вот список Fine Detail, Very Fine Detail, Fine Detail, Medium Large и Very Large Detail отвечает за детализацию нашей текстуры. То есть, какие детали будут на ней подчеркнуты от очень маленьких до самых больших. В принципе, при желании можно тоже поиграться этими ползунками. Дальше у нас есть несколько вкладок, которые отвечают за Displacement, Occlusion, Specularity и Diffuse карты. Самое главное, обратите внимание, в Crazy Bump вот этот вот верхний набор движков всегда отвечает за карту Normally. Дополнительные настройки всегда появляются при переключении вот этой вот вкладки, появляются внизу. Здесь мы можем подрегулировать наш Displacement. Сразу все изменения мы будем видеть в окошке Preview, но поскольку он нам, в принципе, не сильно нужен, мы его можем пропустить. Occlusion – это наша карта рассеивания Specularity, карта отражений света, карта бликов. Здесь мы можем подрегулировать яркость отражения бликов и контрастность. Пожалуй, основные параметры, которые мы можем подтянуть. И карта Diffuse – это, собственно, и есть наша основная текстура. Здесь есть такие движки 3D Crevices, 3D Highlights, которые отвечают за резкость каких-то деталей, более мелких деталей на текстуре. И вот эти вот значения мы, в принципе, тоже можем немножко увеличить. Точно также мы можем поднять значение Remove Shading, и тогда мы уберем наиболее глубокие тени на текстуре, сделаем ее более равномерной и яркой. В принципе, с текстурой дерева мы работать практически закончили. Что нам теперь остается? Нам ее нужно сохранить. Для этого, если мы опять поднимем немножко окошко, мы видим, что здесь есть кнопка Save. Нажимаем ее и в выпадающем списке выбираем Save All Textures. В имени файла оставляем просто Wood дерево. В формате я обычно выбираю PNG, поскольку он работает без сжатия. Нажимаем Сохранить. И если мы сейчас перейдем в папку с нашими текстурами, мы увидим, что у нас сохранилось множество текстур с названиями, с суффиксами каналов. То есть здесь мы видим наш Wood Color, Displacement, Normal, Occlusion, Specularity. Все каналы, которые нам нужны. Итак, с текстурой дерева мы закончили. И сейчас нам необходимо точно таким же образом еще обработать текстуру металла. Давайте тоже загрузим ее в Crazy Bump. Нажимаем Open Photograph From File. Выбираем нашу текстуру металла. Нажимаем открыть. Ждем, пока программа подгрузит нашу текстуру. Выбираем Shape, который нам необходим. И ждем, пока появится у нас превьюшка. Вот наша превьюшка появилась. И если мы сейчас повращаем сферу, то первое, что мы увидим, что эта текстура не бесшовная. То есть вот здесь вот в верхней части сферы и шов, который разделяет сферу пополам, здесь у нас явно видны места соединений нашей текстуры. Что можно сделать в таких случаях? Такую текстуру очень легко можно исправить в Photoshop. Открываем нашу текстуру с помощью Photoshop. Вот она у нас появилась. И с помощью сочетания клавиш Ctrl J создаем дубликат нашего слоя. Теперь заходим в Filter Other и выбираем Filter Upset. Мы видим, как наш слой с текстурой разделился на четыре части. То есть произошло смещение по двум осям нашей текстуры. И если мы здесь немножко подвигаем ползунки, постараемся сделать так, чтобы эти текстуры сходились ближе к центру картинки. Мы будем видеть, как сдвигаются наши швы. Сейчас наша задача, в принципе, эти швы просто убрать. Нажимаем ОК. Нажимаем клавишу G или выбираем инструмент Healing Brush. Ставим средний размер и с помощью Alt берем нужную нам часть текстуры и просто замазываем на текстуре швы. Существует множество дополнительных программ, плагинов, которые позволяют в два клика создавать бесшовные текстуры, в принципе, из абсолютно любых изображений с любым разрешением. Но в Photoshop, мне кажется, делать это еще проще, чем с помощью каких-то специализированных программ. В принципе, вот все, наши швы убраны. Если где-то остались какие-то заметные места, можно воспользоваться штампом и подправить их. Но, в принципе, наша текстура выглядит достаточно хорошо. Теперь делаем еще один дубликат слоя, нажимаем Ctrl-J и опять заходим в Filter, Other, Offset и смещаем немножко нашу картинку. Проверяем, чтобы у нас ни в каких местах заново не появлялось швов. Швов нигде нету, поэтому нажимаем Cancel, удаляем наш верхний слой. Эти слои сливаем и сохраняем нашу текстуру. Я назову ее просто Metal Original 2. Тоже сохраняем ее в формате PNG без всякого сжатия. После чего Photoshop можем закрывать, поскольку он нам больше не нужен. И теперь эту новую уже бесшовную текстуру мы подключаем в Crazy Bump. Опять выбираем необходимый нам Shape. И теперь видим совершенно другую картинку. Если мы покрутим нашу сферу, мы видим, что швы исчезли. То есть наша текстура после обработки в Photoshop стала бесшовной. Все, что нам теперь осталось, это, в принципе, ее немножко обработать в Crazy Bump так, чтобы она стала похожа на металл. Первое, это мы, наверное, снизим интенсивность Normal Map. И до минусовых значений, чтобы подчеркнуть срапины и вмятины на металле. Немножко увеличим значение Sharpen. И немножко увеличим значение Verified Tail. Значение Large Detail уменьшим, поскольку нам нужен, в принципе, не сильно мятое какое-то железо, а просто пошарпанный старый металл. Текстуру которого мы потом будем накладывать на наши бортовые пушки на корабле. Заходим во вкладку Displacement. Можем тоже немножко снизить значение глубины Displacer. Чуть-чуть поправим значение во вкладке Occlusion и Specularity. Увеличим Brightness и Контраст. И то же самое, что и с текстурой дерева, сделаем во вкладке Diffuse Map. Ну, вот, в принципе, мы получили что-то похожее на текстуру металла, какие-то дополнительные уже отражения, что-то еще мы будем создавать уже внутри Cinema 4D. Сохраняем наши текстуры. Называем файл просто Metal. Все остальные суффиксы каналов программа добавит сама. Выбираем формат PNG и нажимаем Сохранить. Ждем, пока снова появится наша превьюшка. Все. Это значит, что все текстуры были успешно сохранены. После этого можем CrazyBump закрывать. Теперь возвращаемся в Cinema 4D. И наша задача из текстур, которые мы сделали с помощью CrazyBump, создать теперь материалы внутри Cinema. Начнем мы с материала дерева. Для этого мы в области материалов щелкаем два раза. Создаем новый материал. Давайте сразу его двойным кликом откроем. Откроется у нас редактор материалов. И назовем его Wood. Это будет наше дерево. И в канал Color мы сразу подгрузим необходимое изображение. Щелкаем по стрелочке Was The Texture. Выбираем Load Image. И сюда мы подгружаем наш Wood Color. Наше изображение уже обработанное в CrazyBump. Нажимаем открыть. Мы видим, что оно у нас загрузилось. Вот так. Сразу подгружаем еще каналы, которые нам нужны. Во-первых, это наш Normal Map. Ставим галочку, включаем его. Точно так же Texture Load Image. И выбираем Wood NRM. Это наш Normal. Заходим в Specular. То же самое. Texture. Load Image. Wood Speck. Это наш Specularity. И сразу немножко настроим движки. Сделаем блик, наверное. Поскольку это все-таки деревянная, не сильно бликующая поверхность. Сделаем его немножко более маленьким и менее заметным. Ну и, собственно, что нам еще необходимо, это Bump. Карта мелких каких-то неровностей, шероховатостей. Сюда можно подгрузить, например, либо какую-то черно-белую карту вроде Occlusion, либо загрузить тоже цветное изображение Wood Color. Оно, в принципе, тоже подойдет для карты наших шероховатостей. И увеличим значение где-то до 80%. Наша текстура дерева, в принципе, готова. И мы можем сразу проверить, как она будет смотреться у нас на нашем корабле. Перетянем ее вот сюда вот на наш гондола, на наш пункт. И видим, что текстура ложится довольно криво. Почему это происходит? Как это можно изменить? У нас вот здесь вот есть список Projection. Это различные вариации проецирования нашей плоской текстуры, нашего плоского материала на модель. Сейчас у нас стоит сферическая. Мы можем выбирать разные какие-то варианты. Выбрать Cylindrical. Выбрать Flat. Это абсолютно плоское нанесение. Выбрать Cubic. Но мы видим, что все равно, все равно, все равно текстура наносится немножко не так, как нам хотелось бы. Если мы сейчас выберем UV-Mapping, мы увидим, что текстуры на нашем корабле вообще нету, потому что пока у нас нету никакой абсолютно UV-развертки. То есть программа не знает, как мы хотим, чтобы накладывалась текстура. Поэтому давайте пока выберем Cubic, нажмем просто на Render, чтобы посмотреть, как наша текстура смотрится визуально. Ну и хотя бы просто похожа ли она на дерево. Мне кажется, достаточно похожа. Даже если немножко приблизить наш корабль и нажать еще раз на Render, мы будем видеть, что материал, в принципе, довольно напоминает дерево. Только что пока он лежит на модели неправильно. Сейчас мы таким же образом, как первый материал, создадим второй материал металла. И тогда займемся UV-разверткой нашей лодки. Итак, создаем еще один материал. Точно также два раза щелкаем в панели материалов. Назовем его сразу Metal. И точно также щелкаем по каналу Color, Texture, Load Image. И теперь мы выбираем Metal Color. Вот он наш металл. Точно также подгружаем сюда наш спекуляр. Load Image, Metal Specular. Давайте его тоже сразу немножко настроим. Здесь мы, наоборот, немного увеличим блик и увеличим его яркость и интенсивность. Поскольку это металл, он должен бликовать. Обязательно отключаем Bump. Подгружаем в него тот же Metal Color. Опять же увеличиваем значение. Так, спекуляр, давайте все-таки я немножко уменьшу его ширину. А то какой-то уж совсем широкий получился блик. Так, загружаем сюда же наш Normal Map. Переходим в канал Normal и включаем его дальше Texture. Load Image, Metal Normal. В Bump можно еще немножко увеличить значение. Где-то до 80%. И что нам еще осталось включить? Это, пожалуй, Reflection. Ну, поскольку этот материал блестящего металла у нас будет немного отражающим. Включаем Reflection. Обязательно ставим галочку Use Bump. Поскольку тогда он будет использовать карту неровностей для создания отражений. И уменьшаем Brightness нашего Reflection где-то до 25%. Смотрим. Ну, в принципе, получилось, по-моему, довольно неплохо. Щелкаем правой кнопкой по приближке материала. Выбираем Open Window. Если окошко появится маленьким, то просто его растягиваем до нужных размеров. И здесь мы можем видеть, уже в увеличенном виде, как смотрится наш материал. Мне кажется, довольно нормально. Закрываем редактор материалов. И, собственно, вот теперь мы с вами можем приступать к созданию UV-развертки. Поэтому давайте, собственно, начнем с нижней части нашей лодки. Выделяем нашу гондолу. И начнем ее разворачивать. Как происходит процесс создания UV-развертки. Нам надо показать в программе те области, по которым, вернее, она будет накладывать текстуру. То есть нам нужно нашу модель разрезать на те части, где текстура не должна как-то заворачиваться, пересекаться и так далее. То есть на этих частях текстура будет лежать автономно друг от друга. Соответственно, мы переключаемся в режим работы с гранями. Если есть какие-то у нас выделенные грани на модели, то просто щелкаем в пустом пространстве левой кнопкой мыши, чтобы сбросить выделение. И начинаем разделять нашу модель гранями так, как мы хотели бы ее нарезать. Так, я выберу пока инструмент Leaf Selection в ней. Удобнее работать. И начну разделять модель по грани. Естественно, нам нужно отделить левую и правую часть модели. Нам нужно отделить дно нашей лодки от верхних стенок. И поскольку мы видим, что верхние стенки у нас здесь тоже неровные, они состоят из таких изгибающихся частей, то эти части нам тоже надо отделить друг от друга. То есть вот эти вот верхние стенки нам нужно разделить ступенями. Ну, поскольку процесс здесь выделения этих граней довольно-таки не быстрый, то на видео я его, соответственно, ускорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Итак, я закончил с выделением граней на объекте И, собственно, по этим граням будет разворачиваться наш 3D-объект По вот этим плоскостям на него будет наноситься наше двумерное изображение То есть здесь можно видеть, что я отделил самые небольшие части друг от друга Потому что материал у нас деревянный, а дерево не может загибаться, например, на 90 градусов Поэтому, допустим, вот эта вот часть должна быть у нас, соответственно, отделена вот от этой Чтобы наша текстура не оборачивалась вокруг А на этих двух частях лежала независимо друг от друга Ну, как видите, дело это не быстрое Пришлось выделить, в принципе, большое количество грани Выделить большое количество деталей на объекте И при работе с каким-то конкретным объектом Лучше скрывайте из сцены все остальные Чтобы они вам просто не мешали Еще один такой совет После того, как вы выделили все необходимые грани Лучше выбрать Select, Set Selection Вот у вас появится здесь такой значок И ввести здесь какое-то имя Хотя его можно не менять, не принципиально Например, Edges Это позволит вам сохранить ваше выделение, ваши границы на будущее Если вдруг вы его нечаянно снимете, отмените, еще что-то Вы всегда сможете два раза щелкнуть по этому значку И его восстановить Чтобы не проделывать потом второй раз одну и ту же работу Итак, теперь пришло время перейти, собственно, непосредственно к самой развертке И здесь у нас есть два варианта Первый вариант Мы можем делать UV-развертку с тем материалом, который у нас уже находится на нашем объекте Либо, если нам необходим какой-то handpaint Или мы планируем создавать новый материал, который потом будем как-то красить Или работать с ним в фотошопе Мы можем этот материал удалить Я покажу сейчас оба варианта Покажу, чем они, собственно, отличаются Поэтому давайте этот материал мы пока с нашей лодки удалим И перейдем в пункте Layout Выберем вместо стандарт BP-UV-Edit Когда-то давно, еще в старых версиях Cinema 4D Он делался отдельной командой программистов И был отдельным продуктом Поэтому он немножко не совпадает, так скажем, по интерфейсу С главным окном редактора И кажется немножко нелогичным Но, в принципе, с опытом привыкнуть к нему можно Итак, здесь мы слева видим окно с нашей 3D-проекцией И справа это окно с нашей текстурой и разверткой Где пока ничего нет Вся работа в окне BP-UV-Edit начинается вот с этой кнопки Paint Setup Wizard Нажимаем ее И первое, что нам предлагает этот мастер развертки Это выбрать объект, который мы будем разворачивать Поскольку у нас в этой модели объектов достаточно много Нужна нам только вот эта вот лодка Мы нажимаем Deselect All Снять выделение со всего И выбираем нашу гондолу Ставим напротив нее флажок Нажимаем Next Дальше программа спрашивает, как именно будем разворачивать Как именно будем делать развертку Это оптимальная кубическая развертка Или оптимальная угловая развертка В принципе здесь не стоит ничего менять Все оставляем как есть Опять нажимаем Next И вот здесь вот Поскольку на самой модели у нас нет никаких материалов Мы можем создать новый материал За это отвечает флажок Create Missing Materials И сразу создать в нем необходимые нам каналы Ну в данном случае, например, нам нужен только канал Кала Точно так же вот здесь вот Мы можем выставить необходимый размер текстуры Почему в данный момент вообще здесь стоит квадратный размер И почему чаще всего текстуры у нас в принципе квадратные Потому что если вы передаете свою модель в какое-то другое приложение Особенно это касается геймдева, игровых движков Большинство игровых движков, в частности Unity Работают именно с квадратными текстурами Поэтому я здесь выставил разрешение 1024 на 1024 пикселя Это в принципе такой самый низкий формат текстур Больше нам тут ничего не надо Нажимаем клавишу Finish И нажимаем Close Мы видим, что вот здесь вот у нас создался пустой холст И здесь появился новый материал И значок того, что у нас появилась уже какая-то UV-развертка Для того, чтобы посмотреть, какая именно Нам необходимо нажать вот эту вот кнопку, чтобы увидеть UV-полигоны Нажимаем и видим, что наша UV-развертка пока совершенно не идеальна Потому что она разрезана вообще не по тем частям По каким мы показывали программе А нам необходимо, чтобы эта модель была развернута именно так, как мы указывали нашей нарезкой по граням Соответственно, нам необходимо это исправить И для этого мы переходим сначала во вкладочку UV-Mapping Если у нас она не открыта И здесь есть такая подкладка Projection Переходим в Projection И я обычно немножко отдаляю камеру от модели Ставлю ее так, по центру и выбираю Frontal Мы видим, как у нас появилось фронтальное изображение нашей модели на холсте с текстурой Дальше переходим в Relax UV В русской версии, по-моему, перевели как расслабление UV Или что-то подобное Здесь, в принципе, снимаем все флажки Кроме двух мы можем оставить Outer Align Который нам переразложит нашу UV-развертку на холсте И обязательно у нас должен стоять флажок Cut Selected Edges Он как раз и отвечает за то, что наша UV-развертка будет разрезана Именно по тем граням, которые мы выделяли Вы также можете поставить галочку Use Tag И перетащить в эту вот область тот тег, который вы сохраняли с помощью Set Selection Итак, выставили нужные нам флажки Убрали лишние Выставили здесь ABF Потому что здесь всего у нас две опции LSCM и ABF Я, если честно, не знаю, чем они отключаются И нажимаем Apply Мы видим, как у нас переразложилась наша UV-развертка Теперь уже наша UV-разрезана по тем граням, которые нам были нужны Но единственное, они пока не очень корректно лежат на холсте Для этого мы переходим во вкладку Optimal Mapping Здесь также снимаем все флажки Выбираем только Reline То есть только переразложить уже готовую развертку И нажимаем Apply Видим, как наша развертка, в принципе, переразложилась на холсте у нас Теперь У нас есть два варианта Первое Мы можем покрасить нашу модель Непосредственно, не выходя из этого окна В самом Cinema 4D Значит, за это у нас отвечает специальный режим Который называется 3D Painting Mode Мы можем его включить этой клавишей И вот здесь вот у нас включится кисть Projection Painting Вот она Собственно, мы можем ее настроить Вот она у нас в панели инструментов Если мы щелкнем по клавише Brush То мы увидим здесь настройки для этой кисти В принципе, чем-то, чем-то эта система очень напоминает Photoshop Соответственно, мы можем перейти во вкладку Colors Выбрать здесь Color Выбрать необходимый цвет И начать рисовать уже прямо по модели То есть, видим, что у нас получается Сразу же наша раскраска отражается на нашей UV-развертке Но зарисовывать нашу модель мы не будем Рассмотрим еще такой вариант Когда нам нужно этот материал Вернее, эту развертку уже полученную Перенести в Photoshop Значит, еще раз щелкнем по клавише UV Polygons Чтобы она у нас отобразилась И теперь нам нужно вот этот вот файл Вместе с уже отображенными на нем полигонами Перенести в Photoshop Чтобы, возможно, там нанести на них какую-то текстуру Или покрасить, или что-то еще с ними сделать Значит, если мы сейчас просто сохраним Вот эту вот картинку в формате PSD В фотошоповском Мы не получим на ней UV-развертки Сохранится только серая подложка То есть, мы не будем знать, какие части картинки В фотошопе нам необходимо будет закрашивать Для того, чтобы отобразить эту подложку Нам необходимо перейти в Layers Создать здесь новый слой И после этого мы еще раз щелкаем по пункту Layer И выбираем Create UV Mesh Layer И теперь мы видим, как отдельным слоем У нас красным цветом Поскольку у нас здесь выбран красный цвет Отобразилась наша UV-развертка После этого нам остается только зайти в файл И сохранить нашу текстуру Выбрать Save Texture или Save Texture S Ну, выбираем формат PSD, например Нажимаем ОК Сохраняем с именем по умолчанию Нажимаем Сохранить Переходим Ищем Наш материал, который мы сохраняли И открываем его в фотошопе Все, теперь здесь Уделяем пустой слой Он нам не нужен Или можем рисовать прямо на нем В принципе, без разницы Теперь мы можем разрисовывать те детали Которые нам необходимы Выбрать там еще какой-то цвет Допустим, синий Выбрать кисть Brush И начать рисовать Итак, вот, допустим, мы нанесли Ту развертку, которая нам была нужна Теперь этот UV Mesh Layer мы можем удалить И сохранить только то, что у нас получилось Сохраняем наш материал Нажимаем Save Закрываем фотошоп, он нам больше не нужен И переходим опять в Cinema 4D И здесь Теперь переходим в Objects Заходим в наш редактор материалов Два раза щелкаем по материалу И во вкладочке Color Texture Мы нажимаем Reload Image То есть мы хотим перезагрузить сюда уже сохраненный нами из фотошопа материал Программа спрашивает Хотите ли вы действительно вернуться к сохраненной версии Отвечаем да И вот получаем такую картинку уже с материалом, который мы нанесли в фотошопе Так, но, собственно, это был просто пример того, как можно по-разному работать с материалами в различных программах И с текстурами в различных программах Как можно в различных программах редактировать UV-развертку А теперь вернемся к тому материалу, который мы создавали в самом начале Как материал дерева Давайте немножко откатимся назад Удалим этот ненужный нам материал Удалим UV-развертку мы Сделаем ее еще раз Вернемся в наш стандарт Этот материал нам уже больше не нужен И сюда положим опять материал дерева Проверим еще раз, чтобы у нас были Сохранялись все наши разрезы Которые нам нужны И переходим опять в Bodypaint UV-Edit Здесь в окне Bodypaint UV-Edit Снова нажимаем кнопку Paint Setup Wizard Опять выбираем Deselect All Выбираем нашу гондолу Нажимаем Next Ничего не меняем Нажимаем Next Снимаем флажки Create Missing Materials и Create Daily Channels Поскольку материал у нас уже есть Новый нам не нужен Оставляем только Rescale Existing Textures Это изменение размера наших текстур Вот до заданного Конечно мы его можем и не менять Не трогать Но поскольку мы нашу модель Потом будем экспортировать в другой формат Вместе с текстурами С запеканием текстур То мы изменим разрешение до 1024 пикселей Поэтому эти два флажка оставляем Нажимаем Finish И нажимаем Close Не знаю почему здесь периодически Отображается текстура Выбираем файл Close Texture Она нам пока в принципе не нужна И переходим к работе с нашей UV-разверткой Мы видим, что развертка у нас опять автоматическая Неправильная Поэтому повторяем ту же процедуру Которую мы делали в прошлый раз Выбираем Projection Выбираем Frontal Relax UV Apply И мы видим здесь нашу развертку Нам осталось ее только переразложить Поэтому переходим в Optimal Mapping Выбираем Reline И нажимаем Apply Все, наша развертка в принципе готова И сейчас мы будем видеть, что наш материал Уже совершенно по-новому лежит на нашей модели То есть вот мы видим, что теперь наши доски все лежат ровно Без каких-то искривлений, искажений и так далее Что нам теперь осталось сделать Поскольку мы эту развертку уже красить не будем Ни в Photoshop, ни в какой-то другой программе Сохранять ее во внешний файл нам не нужно Поэтому мы просто возвращаемся из BodyPaint UVEdit Опять в режим Standard И проверяем, как смотрится Собственно наша текстура Пробуем нажать Render Мы видим, что в принципе лежит она неплохо Но смотрится довольно грубо за счет того Что у нас текстура низкого разрешения 1024 на 1024 пикселя Нам бы хотелось ее как-то размножить по модели Значит, что мы можем сделать Щелкаем по Texture Tech И можем здесь просто увеличить стайлинг Например, до 5 Попробовать Чтобы не увеличивать вручную размер текстуры Если, допустим, мы будем передавать Нашу модель в какой-то игровой движок То, соответственно, большие текстуры нам там ни к чему И мы видим, что, собственно Качество уже выглядит совершенно по-другому Можем еще немножко увеличить тайлинг И модель будет выглядеть, на мой взгляд, еще лучше Что нам необходимо сделать для того, чтобы передать эту уже готовую текстуру В какую-то другую программу или другой движок В частности, как в нашем уроке Мы будем передавать ее в Marmoset Toolback Нам необходимо эту текстуру запечь Значит, что такое запекание текстуры? Это создание графического файла Собственно, с нашей уже готовой UV-разверткой На которой лежит наша уже готовая сформированная текстура Но здесь есть одна загрузка В том случае, если мы используем тайлинг Для нашей текстуры И попытаемся сделать запекание текстуры И перенести ее в какую-то другую программу Мы увидим, что в другой программе Она все равно будет выглядеть вот так Как если бы у нас тайлинг был выключен Почему это происходит? Потому что Cinema4D при запекании Просто не поддерживает тайлинг в теге Texture Значит, какой из этого может быть выход? Вместо того, чтобы включать тайлинг здесь в теге Texture Нам необходимо зайти в настройки текстуры нашей И в самих настройках текстуры Там, где у нас выбрано наше основное изображение Мы можем добавить такой эффект, как прожектор Щелкаем по его названию После добавления выбираем обязательно И делаем тот же тайлинг, который мы выставляли у нас в теге Texture То же самое мы делаем во всех каналах, где мы используем нашу картинку Наше изображение Щелкаем по стрелочке, заходим в Effects Выбираем прожектор Открываем его Выбираем UV Mapping И включаем тайлинг И то же самое делаем с нашей Normal картой Заходим в Effects Прожектор UV Mapping И включаем тайлинг Не обращайте внимания на то, как материал смотрится в окне редактора Если мы сейчас нажмем на клавишу Render Мы увидим, что при рендеринге наш материал выглядит абсолютно красиво и нормально И в принципе он готов теперь к запеканию Как запечь готовую текстуру для какого-либо другого приложения В Cinema 4D для этого существует специальный тег Щелкаем на объекте, на котором лежит текстура для запекания Заходим в Cinema 4D Text И выбираем тег Bake Texture В этом теге заходим во вкладочку Tag Выбираем путь и имя Давайте создадим какую-то отдельную подпапку Например, Waked Textures Для наших запеченных текстур Выбираем имя текстуры Это у нас будет наша гондола И нажимаем сохранить Формат я выбираю тоже PNG И разрешение текстуры ставим, как и в UV-развертке 1024 на 1024 пикселя После чего мы переходим во вкладочку Options И выбираем здесь каналы, которые нам необходимо запекать Это те каналы, которые мы использовали в текстуре Большинство этих каналов, скажем так Это обязательно Color Это обязательно Bump И это желательно Normal Когда мы включаем запекание канала Normal Он просит указать, из какого объекта Он будет запекать Normal карту Перетаскиваем сюда нашу гондолу Все, что нам в принципе теперь осталось Это нажать клавишу Bake Вот мы видим здесь превью получившегося файла Если мы сейчас перейдем в ту папку, которую мы создавали Мы увидим, что у нас тут созданы несколько файлов Это Bump Это Color В принципе, поскольку мы здесь не использовали специальные карты Выглядят они одинаково И наш Normal Map Эти файлы мы потом будем использовать при переносе нашей модели При текстурировании ее в Marmoset Toolback А пока возвращаемся в Cinema 4D После того, как мы запекли нашу текстуру Тег запекания можно удалять Он нам больше не нужен И сейчас мы будем делать UV-развертку для нашей кабины В принципе, процесс абсолютно такой же, как в том случае, когда мы создавали UV-развертку для гондолы Мы переходим в режим работы с гранями Выбираем инструменты выделения Выбираем нашу кабину И начинаем отделять друг от друга те части, которые должны текстурироваться по-разному Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, собственно, закончил я выделять необходимые границы Швы, по которым будет разрезаться наша модель Использовать мы на ней будем ту же текстуру дерева Поэтому можем ее уже нанести И сразу выбрать UV-мэппинг После чего переходим из стандартного интерфейса в Adepoint UV-edit Здесь делаем все абсолютно то же самое Выбираем Deselect All Только теперь выбираем нашу кабину, каюту Новых материалов нам создавать не нужно Будем создавать материалы с тем же разрешением 1024 на 1024 пикселя Нажимаем Finish, Close И смотрим, что у нас получилось в нашей развертке Если вдруг вы видите такой, как-то сказать, глюк Когда у вас вместо развертки нужного вам объекта показывается прошлое Просто выберите тег UV-развертки возле нужного вам объекта И тогда вы будете видеть уже ту развертку, которая вам нужна Итак, сейчас мы видим ту развертку, которая создана автоматически Она чаще всего создается неправильно Поэтому сейчас мы опять сделаем фронтальную проекцию Давайте только либо снимем выделение, либо выделим все наши UV-полигоны перед этим Нажимаем Frontal, переходим в Relax UV И здесь выставляем галочку Cut Selected Edges Чтобы разрезать нашу модель по тем граням, которые мы перед этим выделили Нажимаем Apply, вот она разрезалась по необходимым нам границам И теперь нам осталось только перейти в Optimal Mapping и выполнить Pre-Line Все, мы видим, что наша модель переразложилась, наша UV-развертка И теперь мы можем опять переходить в стандартный интерфейс Переключиться в режим работы с моделью И посмотреть, как наша развертка лежит на нашей модели Для чего нажмем клавишу Render Ну, будем считать, что наша развертка лежит абсолютно нормально В реальной, наверное, жизни, не знаю, можно ли так выгнуть доски, как они выгнуты здесь Но поскольку мы тут не гонимся за особым реализмом То, чтобы не создавать еще какой-то третий новый материал для нашей кабины Будем работать с этим В остальном наша текстура легла совершенно так, как нам было нужно И поэтому мы теперь тоже можем ее запечить Для этого щелкаем по нашей кабине в менеджере объекта правой кнопкой мыши Заходим в Cinema 4D Text И выбираем Wake Texture Здесь делаем, в принципе, все то же самое, что и в прошлый раз Выбираем имя файла Это будет наша кабина, каюта, не знаю, как ее лучше назвать Выбираем формат PNG Да, пускай будет наша текстура 8-битная, 16-битная Она, в принципе, не нужна Размер текстуры выбираем 1024 на 1024 пикселя Заходим в Options И выбираем здесь Color и Bump Normal нам, в принципе, не надо В прошлый раз я показывал его только для примера Я не думаю, что мы будем его использовать То, что нас интересует, это Color и Bump И нажимаем клавишу Bake Вот наша текстура запекается Итак, текстуру нашей каюты для переноса в другую программу мы тоже получили И теперь, пожалуй, последнее, что у нас осталось Это наши пушки Так, отсюда можем Bake Texture тоже убирать Скрываем нашу кабину Зажимаем клавишу Alt и два раза щелкаем по этим кружкам И еще раз нажимаем клавишу Alt и два раза щелкаем по этим кружкам Отображаем наши пушки Итак, как мы видим, их у нас всего три Они просто сгруппированы в теге Symmetria Но конкретно работать мы сейчас будем с одной Итак, прежде чем мы будем текстурировать эту пушку Здесь надо обратить внимание на такую деталь Если мы перейдем сейчас в режим работы с полигонами И нажмем клавишу Ctrl-A Только выделим ту пушку, которая нам нужна Нажмем клавишу Ctrl-A Мы увидим, что все наши полигоны синего цвета Это происходит из-за того, что у них неправильно вывернуты нормали То есть, грубо говоря, все наши полигоны смотрят в обратную сторону Их нам надо перевернуть Потому что, когда мы будем делать UV-развертку и текстурирование в другой программе Все наши текстуры просто уедут в неизвестном направлении И будут отображаться неправильно Поэтому следите, чтобы нормали полигонов у вас всегда были правильными Для того, чтобы исправить нормали Мы нажимаем Ctrl-A Выделяем все полигоны Щелкаем правой кнопкой мыши И выбираем пункт Reverse Normals Теперь мы видим, что все нормали у нас в принципе вывернулись Кроме вот этих вот областей Заходим в Select Выбираем Fill Selection И с зажатой Выбираем сначала эту область И с зажатой клавишей Shift Выбираем эту После чего еще раз правой кнопкой мыши Reverse Normals Вот теперь у нас здесь все нормально Проверяем нашу модель Еще раз нажимаем Ctrl-A И видим, что вот здесь вот у нас такая же проблема Поэтому тем же инструментом Выделяем вот этот вот ряд полигонов Reverse Normals Нажимаем Ctrl-A И у нас остался последний ряд Еще раз Reverse Normals Вот теперь все полигоны у нас Вывернуты правильно Единственное, что еще осталось сделать на всякий случай После этой операции Это опять же в режиме работы с полигонами Когда у нас выделена вся модель Щелкнуть еще раз правой кнопкой мыши И выбрать Optimize Оптимизировать нашу сетку Чтобы не было потом ошибок При UV-развертке Потому что это тоже вполне может быть Итак, теперь нам тоже необходимо Разрезать вот эту вот модель Для разворачивания в PaddyPine UV-Edit Поэтому переходим в режим работы с гранями Выбираем наши Selection Tools Я выберу пока Loop Selection И начну, собственно, разрезать модель так, как нам необходимо Значит, что здесь, на что еще необходимо обратить внимание Поскольку это пушка цилиндрической формы То в любом случае где-то возможен шов От того, как будут у вас сходиться на модели текстуры Так вот, желательно разрез для этого шва делать где-то внизу Чтобы он сразу не кидался в глаза Не был заметен на вашей модели Итак, начнем, собственно, нарезать нашу модель Итак, вот, собственно, наши швы готовы Теперь мы можем на эту модель накинуть наш материал металла Выбрать здесь сразу UV-Mapping И снова перейти в PaddyPine UV-Edit И точно так же, как и прошлые модели Мы ее здесь сейчас будем разворачивать Выбираем The Select All Это у нас наша первая пушка Нажимаем Next Изменяем немножко разрешение нашей текстуры Нажимаем Close Так, и видим, что уже какая-то у нас развертка появилась Не знаю, почему здесь опять открылась эта текстура Выбираем Close Texture Сохраняем здесь изменения И выбираем UV-Tag с нашей пушкой Почему-то программа периодически открывает в этом окне все текстуры Если она изменяет их размер Нам это, в принципе, не нужно Поэтому текстуры эти я просто закрываю через файл Close Texture И сохраняя их Поскольку размер этой текстуры в оригинале был довольно большой А мы его уменьшили до 1024 пикселей Итак, теперь нам надо нашу модель переразвернуть Для этого снова заходим в Projection Выбираем Frontal Переходим в Relax UV Cut Selected Edges Apply Ждем Итак, вот наша модель, в принципе, переразвернулась Так, как нам было необходимо Optimal Maple Realign Apply Все, мы получили то, что хотели Можем теперь из BodyPaint UVEdit выходить в стандартный интерфейс Ну, и теперь нам необходимо сделать, в принципе, то же самое, что мы делали с предыдущей нашей текстурой Это включить тайлинг через эффект Projection Чтобы царапины на металле и все прочее были более мелкими Чтобы наша текстура тайлилась И нам не приходилось использовать текстуру просто высокого разрешения Хотя, конечно, если вы делаете модель под рендер Никто не обязывает вас пережимать текстуры до низкого разрешения Вы можете использовать те текстуры, которые вам нужны Итак, открываем нашу текстуру металла Заходим в Color Заходим в Texture Effects Projector Заходим в Настройки прожектора И здесь выбираем тайлинг Попробуем поставить тоже по 10 тайлов И проекцию выбираем UV Mapping То же самое делаем в канале Bump Effects Projector UV Mapping Tiling То же самое делаем в Normal Effects Projector Projector UV Mapping Tiling И то же самое делаем в Specular Поскольку здесь мы использовали карту Specular Effects Projector Для Projector тоже выбираем UV Mapping и Tiling Закрываем редактор материалов Нажимаем клавишу Render И смотрим, что у нас теперь получилось Ну, теперь наш материал выглядит гораздо более сносно и гораздо более похож на металл, чем это было изначально Мы его точно так же можем запекать Переходим в Cinema 4D Text Bake Texture Выбираем формат PNG Это у нас будет пушка Canon Сохраняем Выбираем разрешение нашей текстуры 1024 на 1024 и выбираем нужные нам каналы Но для простоты опять же выберем только Color и Bump И нажимаем Bake Все, мы снова получили нужную нам текстуру И теперь для того, чтобы включим все три наши пушки Для того, чтобы не разворачивать каждую пушку в отдельности Мы можем просто взять этот UV-Tec И перенести эту же UV-развертку на другую модель Поскольку они совершенно одинаковые Это просто одинаковые скопированные объекты Только перед этим нам необходимо проверить Нам необходимо проверить Правильно ли ориентированы у нас нормали полигонов Ну, с этой пушкой все правильно Поскольку я ее уже выправлял А вот здесь вот нам необходимо снова исправить нормали Делаем Reverse Выбираем то, что у нас теперь выглядит неверно Выбираем Fill Selection Щелкаем по тем полигонам, которые ориентированы неправильно Еще раз Reverse Ctrl-A Проверяем Видим, что здесь есть еще одна неправильно ориентированная часть Точно так же выделяем Reverse Ctrl-A Еще одна Reverse Ctrl-A Вот теперь у нас все правильно И осталось сделать только Optimize Оптимизируем нашу сетку Теперь все в порядке И сначала копируем нашу текстуру И точно так же с клавишей, с зажатой клавишей Ctrl Копируем нашу UV-развертку Видим, как сразу у нас расположение текстуры на модели поменялось Давайте на всякий случай еще раз нажмем на Render Посмотрим, как текстура лежит на этих пушках По-моему, все замечательно В принципе, нигде не заметно ни швов, ни каких-то отклонений Поэтому теперь мы можем переходить в принципе к заключительному этапу Это экспорт нашей модели и импорт ее в Marmoset Toolback И единственное, что нам следует сделать еще, наверное, перед экспортом Это перевести наши пушки в редактируемое состояние Поскольку пока они у нас сгруппированы в зеркальном отражении И мы можем объединить все эти пушки в принципе в один объект Поскольку они у нас абсолютно одинаковые И имеют одну UV-развертку Итак, выделяем наш Canals Выделяем нашу группу, симметрию И нажимаем клавишу C в английской раскладке Или Make Editable Вот у нас появилась группа наших пушек Выделяем их Три штуки Переходим в режим работы с моделями И щелкаем Object Connect Objects Плюс Delete Все, теперь мы можем их вытащить из группы Группу Эту удалить Проверим еще раз все в порядке на них с текстурой Да, мы видим, что текстура лежит абсолютно нормально Все равно у нас UV для каждого объекта В принципе свой, просто он абсолютно одинаковый Включаем остальные объекты в сцене И мы можем экспортировать нашу модель Для импорта ее в Marmoset Toolback Для экспорта нам в принципе не нужны текстуры Но удалять мы их не будем Оставим здесь Выбираем файл Файл Экспорт И выбираем формат FBX Почему именно FBX, а например не формат OBG Потому что формат OBG Cinema сама по себе экспортирует очень плохо То есть там не экспортируется направление нормалей Не экспортируются еще в принципе многие вещи И поэтому OBG экспортируется грубо так как он есть И поэтому потом возможны опять же косяки при текстурировании модели Поэтому мы выбираем FBX Название оставляем в тот же Airship Tutorial Добавим только к нему еще приставку FBX И нажимаем клавишу сохранить У нас появляется окно настроек Где у нас спрашивается версия FBX Выбираем последнюю из представленных возможных анимаций У нас нету текстуры и материалы нам не нужны А вот галочку Normals Оставляем включенной обязательно Embed Textures нам тоже не надо Поскольку она отвечает за встраивание текстур внутрь MBX файла Нам нужна только галочка Normals Нажимаем ОК Вот и все Наша модель экспортирована из Cinema 4D И мы можем переходить в Armasset Toolback Armasset Toolback Очень простая программа Что мы здесь делаем? Мы импортируем сюда нашу модель Заходим в файл Import Moodle И ищем наш сохраненный FBX файл Нажимаем открыть Видим, что модель импортировалась Управление камерой здесь тоже очень простое Зажимаем Alt левую кнопку мыши Вращаем камеру вокруг модели А Alt Shift левая кнопка мыши Перемещает нашу модель в пространстве Ну и соответственно Колесо мы можем приближать и отдалять камеру Итак, первое, что нам надо сделать Чтоб модель не выглядела так странно Это выделить части нашей модели И выключить скрытие обратных сторон полигонов Callback Faces Снимаем галочку Теперь наша модель не выглядит полупрозрачной И нам осталось добавить на нее наши текстуры Делается это тоже очень просто Вот здесь вот у нас есть такая панель материалов Пока здесь только один дефолтный материал Мы можем создать новый Сразу переименуем его Назовем его, например, Gondola Поскольку это реалтаймовый PBR рендер То структура материала здесь немного отличается От того, какая принята, например, в той же Cinema Но, тем не менее, ничего такого необычного здесь нет Например, наш канал Color будет подгружаться здесь в канал Который называется Albedo Находим его при выделенном материале Щелкаем по квадратику с превьюшкой текстуры Выбираем папку, куда мы сохраняли Запекали наши текстуры И выбираем наш запеченную текстуру Gondola Color Нажимаем открыть И в Micro Surface мы точно так же подгружаем наш Bump Теперь мы эту текстуру перетаскиваем левой кнопкой мыши на нашу Gondola И видим, что вот она у нас легла Так же, как и ложилась в Cinema по нашей UV-развертке Единственное, что, пожалуй, здесь еще можно отрегулировать Это параметр Reflectivity Мы его просто убираем Поскольку дерево у нас, в принципе, не отражающий материал И видим, что наша текстура, в принципе, лежит так, как нам нужно Именно так, как мы разворачивали ее в Cinema 4D Точно так же мы нажимаем еще раз New Создаем еще один материал Называем его кабина И сюда, в Albedo, подгружаем наш материал кабины В Micro Surface Подгружаем Bump И перетягиваем его на нашу кабину Точно так же, поскольку это материал дерева Мы снижаем Reflectance И видим, что материал точно так же лег Прекрасно на нашу кабину Точно так, как мы его разворачивали в Cinema Ну и последнее, это нам осталось затекстурировать наши пушки Абсолютно то же самое Называем наш материал Canons В Albedo Подгружаем Canon Color В Micro Surface Подгружаем Canon Bump И Переносим этот материал на наши пушки Единственное отличие В отличие от деревянного материала Материал металла у нас более отражающий Поэтому мы можем, наоборот, увеличить процент рефлективити Если мы сейчас приблизим камеру Мы увидим все неровности, которые мы создавали Потертости на металлической поверхности То есть, все то, над чем мы работали еще в CrazyBump и Cinema Ну вот и все Наша модель готова В два счета, в принципе, затекстурировано фармасет Что нам еще можно сделать Это размыть задний фон Чтоб наш корабль не казался стоящим на тропинке Для этого выбираем Sky Здесь есть такая кнопочка Presets Здесь можно, в принципе, выбрать любой фон, который нам необходим С любым освещением Можем выбрать, например, такой Нажимаем Да И если мы посмотрим чуть ниже Здесь у нас есть список режимов Выбираем Blurred Sky И ползунком Backdrop Blur Мы можем регулировать степень размытия нашей HDRI-карты Нашего фона Ну вот и все Для того, чтобы сохранить эту модель, например, для публикации на каком-то веб-ресурсе На своем сайте, на ArtStation Нам достаточно зайти в File И зайти в Viewer Щелкнуть в Viewer Export Программа предложит нам выбрать путь, куда экспортировать Наш файл с расширением MVU Он потом будет загружаться на веб-ресурсы Ну, экспортируем, допустим, на рабочий стол Здесь заголовок Нашего Имя нашей сцены Автор И здесь можете указать веб-сайт Если это вам необходимо Можете выбрать качество текстур На самом деле, качество здесь определяется довольно примитивно Низкое качество Это 1024х1024 Высокое 248х248 И очень высокое Соответственно, это текстура в 4К 4096 пикселей Я выберу низкое качество Поскольку текстуры у нас небольшие Можем поставить флажок Write HTML Это создаст Эта опция создает для нас еще HTML файл с необходимым кодом Который нам понадобится Для Встраивания Допустим В какую-то веб-страницу Либо в собственный сайт Для того же ArtStation Этот HTML не нужен Там этот файлик можно просто загрузить С помощью веб-интерфейса Поставим здесь опцию Full Frame Чтобы в браузере Наша сцена могла открываться на весь экран Ну и В принципе Можем снять флажок AutoPlay В принципе все, нажимаем Экспорт Наш Файл экспортировался Теперь мы можем перейти на рабочий стол И здесь мы увидим, что у нас Есть два файла Это Собственно наша сцена И Файл Синк Который мы можем открыть обычным браузером И если мы сейчас нажмем кнопку Play То соответственно Мы увидим, как наша модель Будет выглядеть в браузере Левой кнопкой мы можем ее крутить Колесиком мышки отдалять, приближать И правой кнопкой перемещать по экрану Точно так же Щелкнув по этой клавише Мы можем посмотреть топологию Нашей модели Посмотреть, как выглядят Различные каналы Без смешения И Два раза щелкнув по этой кнопке Снова выключить эту опцию Вот в принципе И все Очень надеюсь, что этот урок был вам полезен Вы почерпнули для себя что-то новое И полезное Несмотря на то, что он получился довольно длинный И довольно путанный Но Тема Текстурирования UV UV-разверток Она очень объемная Тяжелая Ее тяжело дать в одном уроке В следующих уроках Мы поговорим О Так называемых Next Generation Texturing Уже более современных способах текстурирования С использованием специальных программ В частности, мы будем говорить Об использовании Quixel Suite Как с его помощью Можно текстурировать Различные модели Ну, а в этом уроке Я постарался дать только самые-самые-самые основы Для Текстурирования И для UV-разверток Поэтому До следующих уроков До следующих встреч Не переключайтесь Всего доброго Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok